Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй меня грешного. Номер 360, события и дня, эпиграф 1 Иоанна 5,44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога не ищете? Я не слышал ни разу проповедь на эту тему. Никогда. Почему? А потому что все поражено этим. Заботятся. Батюшка, благослови. На каждом шагу. Батюшка, благослови. Батюшка, благослови. Священнику очень приятно это. И каждый раз руку поцеловать надо. Вот архиерей, когда служит в алтаре, сколько раз посчитать никто не может. Кадила подал, обязательно руку поцеловать. Ему самому раз это приятно. Кадила подает архиерею, должен руку его поцеловать. Обратно берет, опять руку поцеловать. Больше ничего нет. Засоловались ли? Зачем это? Идет богослужение. Славу друг от друга. А этим приятно. Архиерей там тоже со своего стола обедки иногда им дает. Псы под столом. И вот в это вдумаешься. Как вы можете веровать? Это с верой несовместимо, вот это лизоблюдство. Это невозможно. Ты должен стоять прямо. Не искать славы нигде. Я говорю, а почему же ты рядом с архиереем и ничего не говоришь? Ну, это, знаете, это никак нельзя. Приходит секретарь ко мне на работе, пример. И говорит, его звать Мироненко Иван Пантелеевич. И говорит, он так матерится, его уже нету теперь. Фирма так куда-то делась, ничего там нет. Видимо, умер уже на работе моей. Вот у него кабинет. И тут как заходишь, сразу секретарь. Ну, так, хорошо. И он по телефону разговаривает. Он матерится, невозможно, говорит. Вторые двери поставьте, чтобы не слышно было-то. Ну, я пришел, давай замерять. А что это такое? Я говорю, вторые двери сказали поставить. Двери, вторые. А зачем они тут? Чтобы ваши матерки не слушать. Вы, говорит, материтесь, тут поток им идет. А он коммунист. Как он делся? Вы что мне, учить будете? Это он задохнулся буквально. Я говорю, такой стиль руководства партия уже давно осудила. И вышел. Двери делать не стал. А пошел по базе. Захожу за вскладами. Я говорю, а вы знаете, что он матерится? Так он придет, что заказывает, кому матерится все время. А почему ничего не делаете? Так а что сделаешь? Он уволит. За что уволит? Да он найдет причину, уволит. Хохол. Они все такие, залышку, умрет. Вот, чтобы хохол в армии был, лычки у него не было, это не в жизнь. Это я знал, когда даже не знал ничего еще. В армии был. Лычка ему нужна. А этот, ну, там, какая компания-то наша? Получали оборудование, по элеваторам рассылали. То есть получили, измяли его, издавили, там, поднимали неправильно трактор. Наценили, притом. Ладно. Я пошел дальше. Я говорю, а ты, вы-то еще ничего не говорите. Только я сам матерюсь, что я могу сказать. Я пошел к заму, зам Рыжков. Хороший такой, заместитель его. Такой любит побалагурить и Михаилом звать. Михаил Федорович. Я говорю, Михаил Федорович, а вы-то еще не говорите. Начальник при женщинах матерится. Я машину здесь ремонтирую сейчас, говорит, в тепле, в гараже. Там он меня сразу выкинет на мороз. То есть они знают, что он мстительный, бездарный. Совершенно, ну, везде где-то, видно, подлизывался. Кому-то, может, взятку дал, его поставили. А там предприятие-то наше никакое. Не годится это дело-то. Я тогда вижу никто. Значит, никто, я остался один. У нас уже конфликт возник. Я собираюсь и еду в управление. В управление приехал я, из которой снабжение прошу принять. Приняли. Что делал? Я говорю, с жалобой пришел. К секретарю пришла двери делать. Невозможно материться. Я подошел к головному бухгалтеру. Она говорит, что? Он премиальных сразу лишит. Там выгонит, тут премиальные. Ну, то есть у каждого все-то. Я говорю, Нина Ефимовна, вы-то еще боитесь-то? Боюсь. А зачем мне это нужно? Он все равно будет материться. Я пришел и все рассказал. Напишите. Я написал, все открыто, как есть. Вот. Проходит несколько часов. После обеда меня вызывают в нашу контору снабжения. Управление хлебопродуктов. Называется контора. Я говорю, лежу, тут начальник сидит. Портор. Съезд-то приехал. Управление. Управление называется. А наша-то контора всего лишь только. И они сидят. Гляжу. Мой Иван Пантелеевич голову опустил. Так. Мы тут с Иваном Пантелеевичем переговорили. Все. Больше этого не будет. Я ему сказал. Если уж у вас так сильно что-то не ладится. Вам охота материться-то. Ну вы поезжайте. У вас дача есть? Он говорит, есть. Ну и там на даче ругайтесь. Здесь. Я говорю, так если он ругается. И ругается в основном разными половыми органами. У него это и вырастет на ветках. Вместо яблок будут торчать там морковки эти. Ну он заулыбался. Теперь дело-то сделано. Он не будет ругаться. Ну мне зачем? Ну на меня-то он зуб держит. Он теперь подыскиваться будет. А я гляжу, он идет. А у него обувь там порвалась. Мне как раз это и надо. Я взял валенки. У меня больше ничего. Это на работе с галошами. Весна идет как раз. И пришел к нему Иван Пантелеевич. Наденьте эти валенки. Валенки. На меня глядит нормально или нет. Я говорю, зачем? Это вы обувь снимите. На валенки наденьте. Пока не вылазьте здесь. Я быстро починю вам ботинки-то. У меня с собой инструмент сапожный. Все есть. Он ни слова не говорят. Снял ботинки и мне отдал эти. Я пошел, починил, ему отдал. Отношения прекрасные. Одновременно прекратите. Вот я говорю, кто это знает, кто это будет делать. Ясно дело, что я юродивый. А с замом отношения хорошие. А я сторож. Но сторож теперь меня уже старшим сторожем поставили. Провелись с лесарем и прочее. Но я свободный. И по пожарной безопасности я главный на базе. А раз главный, то и курить нельзя. Сказали, курить нельзя. А я гляжу в окошко. А то он идет с замом, вместе курит. По базе идет. Ну база такая, там земляная, там сильно-то гореть нечему. Но я должен смотреть. Машины, когда разогревают, они с районов приезжают. Шопера ночуют здесь. А я с ними беседую. Мне потом это все, что я их агитировал. Это потом, когда судить меня будут, это все раскрутится. Я побежал бегом, догнал. И перед ним прямо стал. Иван Потеревич, вы курите. Вы меня поставили сюда, здесь, по пожарной безопасности. И сказали, чтобы никто не курил. Вы же говорили, а сами курите. Вы мне указывать еще будете. А этот Михаил Федорович говорит, Иван Потеревич, не надо это. Потому что мы же сами его поставили и сказали, а теперь сами против. И он потушил и больше никогда не курил. Но кто-то должен. Он грубый, он невежественный, неграмотный. Но он человек. И он меняется. Я вижу, он меняется. У него по-другому все. Ну а теперь-то этот-то, видит, я иногда свободный. Прихожу, три дня свободен. И он говорит, тут первое мая будет. А там у нас сварены ворота. И там такие трубки с наклоном. И тут только-то флагшток только. И флаги будут висеть. Да вот флаги привезли тут. Надо повесить к празднику мая-то. Я говорю, Михаил Федорович, вы с кем разговариваете-то? Так с вами. Да разве я прикоснусь? Если я к вашим флагам прикоснусь, я неделю руки отмывать буду. Теперь с замом у меня какие отношения? А он парторг на нашей конторе. Парторг. Паром торгует. И когда меня осудили, он вызван был свидетелем, он все это рассказал. Это все у меня в книге для слова Божия нету, с его показаниями все есть здесь. Почему? Потому что его допрашивали. И когда я вернулся, уже освободился, то я политзаключенный, реабилитировали. И закон гласил, что мне должны дать мои дела, чтобы я мог теперь смотреть. Подавать апелляцию, ходатайствовать о возврате вещей. Вот что у меня конфисковано, за счет этого, эти два дома мне дали. 11 лет вел суд. И там это я теперь уже все прочитал. И на суде он так выступал и говорил. Но, вот интересно говорить, что Лапкин так к этому нашему коммунистическому-то строю относится. Но никогда не делал различия между коммунистами такими. Со всеми был внимателен, не заискивающий и прочее. Я говорил, как есть. Вот откуда опыт идет. А все, которые на меня-то лают, кричат, они же ничего этого в жизни у них никогда не было. Славу друг от друга не принимайте. Можно принимать, но не искать ее. Когда друг от друга принимаете славу. Как принимать? Ну, он сказал, да только делов-то. Вы не можете это свежать и совместить. Мне это понятно было 5.44. Я понял, это в церкви. Особенно в церкви. Вот это зараза. И что, вы никогда не старались это? Никогда. Я даже не понимаю это. Бог меня избрал. Как поднялись тут попы. Избрал. А то он считает себя избранником. Так много званых мало избранных. Если я не избранный, то я никто. Давид говорит. Святым твоим, избранным твоим. То другое. В Ветхом Завете, когда не было ни причастия, ни крещения, уже называют святыми. А вы сегодня, а вы святые, что ли? По благодати, да. Избранные святые. Они не знают. Православные. Грешные, супергрешные, архигрешные. Это можно. Ну, а я грешный, супергрешный. Кого это привлекает? Мы освящены. А что значит святой? Значит, посвященный Богу, избранный. Вещи святые из храма брать нельзя. Святотатство. Ты святыню украл. Это грех смертный. Даже агарок свечной нельзя из церкви брать. Нельзя. Поэтому у нас в уставе написано, свечка должна догореть, погаснуть сама. У нас не воруют. У нас этого нет. Воску покупают, пасеки. Одного грамма нету там в этих свечах что-то. Мы как-то надо было снова свечи вылить. А батюшка говорит, ну, поищи кто есть. Я одна к нам заходила ночевать из другого деревни. И она узнала, это моя мама, свечи льют. Вот это возьмется, возьмется. Ну, там, что надо, заплатим. Она взяла, а потом приносит свечи. А они блестят. Я говорю, а что они блестят? Ну, мама эти трубочки-то смазывала. А чем она смазывала? Она что-то сказала, такое парафин. Так это же химическое. Да. И вот это такая вот, ворох такой вот, свечей, я все забраковал. А то только ходить с ними у нас будут в сарае, в туалет. Снова покупаем на пасеку воску и снова льем. Если бы она елеем мазала маслом, тогда можно было. Ни грамма, ни миллиграмма. Вот, да, это привередливость, это твое дело. А 1.8. Иисуса Новина говорит. Да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся вне день и ночь, дабы в точности исполнить. Дабы в точности. Я это принял буквально. Я в армии так служил. У меня благодарности было сколько. Я в точности исполнял, как устав гласит. И мне отпуск домой и везде. В точности. Вот, идти на вахту, уже после обеда никуда не разнаряжают, чтобы мы лет отдохнули. А сидят, ребята там домино режут, там играют. Я никаких. Лег спать. У меня богатырский сон. Я выспался, но ночью уже я не сплю. Я дежурю. А они там где-то болтают, потом заснут их. Еще, говорит, ногу в тахту отвалили. На вахте опять нашли, говорит, спящие. У меня, я глаз не сомкну. Но я предупредил. У меня первое место по стрельбе. Сто, редко девяносто девять. Если ко мне идете, в воздух стреляю, предупреждаю, я стрелять не буду. Поняли? Вы знаете, как я стреляю? Я сначала автоматную очередь по вам дам. Поэтому идете, кричите издалека. А под вашим видом мне, может быть, идут враги здесь. А я охраняю какие склады? Ракетные войска. Вы что думаете? Меня поставили охранять. Государство мне доверило это. Я на них страху нагоню. Так они идут, когда сменять на посту. Далеко уже кричат. Мы свои идем. Ну и называйте по именам себя. Я голоса не подаю. Я их предупредил. Я вас застрелю, а потом дам в очередь. А кто разберется, когда я стрелял? Куда первые выстрелы были? Я их оповестил. То есть у меня вот это... Почему КГБ неоднократно мне говорили? Какую бы вы пользу принесли, если бы у нас работали? Они видели. Мне нравится эта военная четкость. Я дальше продолжаю. Это за 6 декабря 16-го года, 17-ое. Ну вот еще два эпиграфа просчитать можно. Знаешь что? Возьми-ка стул, Роман. Садись рядом, считать будешь. Ты мне тут нужен. Вот сюда обойди вокруг. Не туда, сюда. Зачем? Вот этот стул сюда поднеси. Потихоньку. Вот, садись. Считай эпиграфы. Так, сильно не наклоняйся, чтобы не закрыть. Это видно нормально все. Иеремия 13-23. Погромче. Иеремия 13-23. Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и Барс, пятна свои? Может или нет? Нет. Не может. Он черный останется. И пятна у Барса не могут изменить. Он взял-то что? Руки вымочит человек? Может. А это нет. Так? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? То есть мы черные в грехах. Все время везде все в себе крохоборы. У Люкаева там разные грабили. Это Сердюкова. Может ли он быть милостеренным? Не может. Не может. В Китае его сразу бы расстреляли. Сразу. А здесь маленько погодя. За него Васильеву там посадят. А за него депутаты проголосуют. Выпуститесь. Миллиарды уплыли. Все. Тут все система работает. То есть грабительское государство, грабительское правительство. Дальше. Иоанна 12, 43. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Ну похоже о том, что впереди написано. Похоже. Господь говорит. Больше возлюбили славу человеческую. Ну как? Разве не приятно, что ко мне хорошо относятся? И батюшке это нравится. И прихожанам нравится. Батюшка такой хороший. Батюшка в головку поцелует. Приехал такой тоненький. А сейчас он вот такой у нас. Бабки раскормили его и хвалятся. У нас батюшка хороший теперь. Пухленький. Ну и дальше. Просчитаем. Притчи 20, 14. Дурно, дурно, говорит покупатель. А когда отойдет, хвалится. А зачем он говорит дурно, дурно? Смотри цифры, бегут или нет. Продолжайте, продолжайте. Давай. Первое фессалоникицам 4,6. Подожди. Почему он говорит дурно, дурно покупатель? Отойдет, хвалится. Разъясни. Почему он говорит дурно-то? Если дальше-то он все равно хвалится будет, хорошую вещь достал. А зачем он говорил дурно? Ну это лицемерие что-то? А? Лицемерие? Да кого лицемерие-то? Дело не в лицемерии. Он первый раз зашел. Кому он лицемерить будет? Чтобы цену сбить. Он сбивает цену. А зачем ты просишь? Это дурное такое, там пятнышко нашел. А когда купил, смотри какую вещь, как я купил задешево. И хвалится. Это я к чему принял? К тому, что на мой сайт там хулят, там приходят люди, а я вижу, они пасутся здесь. Вот я чтобы сказал и показать. Вот посмотри, сколько у нас сейчас подписчиков? Вот. Пять тысяч пятьсот два. Вот так. А сколько посетителей? Четыре миллиона шестьсот шесть тысяч семьсот семьдесят пять. Система занесла на средства массовой информации. А они, а сами отсюда не выходят. Вот сейчас я сколько, сейчас посмотрю. Занятия по исследованию священного писания. Сколько просмотров? Шестьдесят восемь. За сколько? За два часа. Ну вот. Слава Иисусу Христу! Пять секунд не включается, и мы успеваем переговорить и не заплатить. Я ничего не ворую. Я согласно системе вошел в это. Старшая сестра, вот перекинуть, она знает, у нас все хорошо. Ну вот теперь смотри. А вот это сколько окружены пророчествами? Семьдесят четыре просмотра. Тоже за два часа назад. То есть, конечно, это мизерно по сравнению с Андреем Кураевым, с его жирным журналом. Но у него проходят в окно заглядывать в магазин, а у меня они сидят за столом и питаются. Вот это разница. Это те, которые все время здесь идут. А одинаково, посещаемости. Вот на форуме в среднем 300 человек. Но 300 это постоянно. И при том форум это ругательство. Вот у Андрея, допустим, он какую-то статью выставил. Я смотрю, тысячу сидящих мотников. Тысячу. Это вообще и возразить даже нельзя. А у меня ни одного нету. Два месяца, три месяца и ничего нету. Стоит на одном месте. 300 человек каждый день приходит. Почему? Они считают и понимают, здесь все хорошо. А за глаза дурно, дурно. А за столом сидят и хвалятся. Я такое, говорит, нашел. Я столько здесь получил. Я это слышу. У меня на практике. 1 Фессалоникийцам 4.6 Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво. Потому что Господь мститель за все это. И прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Это все относится к тому, о чем говорим. Дальше. Экклезиаст 1.10 Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. То есть прежде чем подводная лодка поплыла, уже дельфины плавали. Прежде чем полетели самолеты, а Жуковский все резал, резал крылья и узнавал, за счет чего подъемная сила. Ты не знаешь, за счет чего? Вот воздух бьет, допустим. Но если так нарисовать, я-то не Жуковский. Но показать крыло. Крыло обязательно вот такое должно быть. Ну не знаю, видно или не видно. Вверху оно выпуклое, а внизу ровное. Вот это расстояние от этой точки до этой вот, вот этой вот, внизу. А вверху больше расстояния. А воздух, который попадает вот сюда, это передняя часть вот эта, он рассекается. А одна часть воздуха тещет вверху, другая внизу. Здесь они должны вместе соединиться. Вместе. Всю дорогу. А раз там быстрее идет, там более разреженное пространство. А раз разреженное, а тут давление снизу идет. 450 килограмм на квадратный метр. А чего такие крылья-то широкие-то? И он это высчитал. И теперь самолет там вот так изогнутый. И нос у него там приделан. Это все за счет того, что подъемная сила была. Создать вот этот верхний горб. Сейчас самолет такой, у него впереди нос и горбушом вот таким. Надо понимать, что это, откуда. Он на птицах, наверное. Дальше. Осия 12.7. Хананянин с неверными весами в руках любит обижать. И Ефрем говорит, однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. Только говорят так. И вот теперь, что впереди, я к этому все это говорю, чтобы задуматься. Тут все требует объяснения. Это для размышления дают эти тексты. Примудрес Соломона. Примудрес Соломона 15.12. Они считают жизнь нашу забавою и житие прибыльную торговлю. Ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, хотя бы и из зла. Что так плохо читаешь-то? Библию считай каждый день. Витя, я у него был, он говорит, сегодня у меня день особый. Я говорю, а какой? Последнюю главу просчитал откровение. Сегодня, говорит, начинаю заново. Все время считать. Каждый день считай несколько глав. Ну куда это годится? Так Библию плохо читаешь. Говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль-то. Как же без прибыли-то? Ну хотя бы из зла. Да, это тактика депутатов таких, всех коррупционеров, все так. Дальше. Галина Загуляева. Мир вам, Игнатий Тихонович. Я почти здорово. Слава Христу. Спасибо, Христос, за ваши молитвы. А до этого она говорила, я болею, ну это переносимо, может так за меня не молитесь. Это все здесь она поднабралась. Я благодарю Бога за болезнь. Так. Одна досада. Ночью не всегда теперь встаю на молитву. Вот и понимаешь, как в Библии написано, что лучший аппарат труд и болезнь. Болезнь позволяет хоть немного мыслями отойти от суеты житейской и приблизиться к горнему. Вот так. Понятно? Вот. Это уровень. Я на это отвечаю ей. Иоиля 3.11. Туда, Господи, веди твоих героев. Вот так. Один пишет мне. Константин Пономарев. Доброго здоровья, Игнатий Тихонович. Хотелось бы узнать ваше мнение вот об этом видео. Если можно, выложите на канал на YouTube. Ну вот это, кому это то хочет, нажмите «Контр», а потом сюда наведите и щелкните, и сразу там будете. По этой надписи. А там говорится о том, что мироточат иконы, иконы, и как люди там буквально с ума сходят в Беларусь. Иконы замироточили, кровоточивые, слезоточивые. Я отвечаю на это. Считай. Игла. Вот напишут в Комсомольской правде. Пишут, а не напишут. Вот пишут в Комсомольской правде. От 19.03.03. на странице 18.19. Почему мироточат иконы? Бог или дьявол подает знаки? А там газета такая, дальше. Создана в 1999 году комиссия по описанию чудесных знамений, происходящих в Православной Церкви. В состав комиссии входят священники, профессиональные физики, химики, биологи, историки. Сопредседатели комиссии – архимандрит Иоанн Экономцев, ректор Российского православного университета и Павел Флоренский. Профессор саргеологии Московской геологоразведочной академии. Сильная комиссия. И вот как они отвечают на вопросы корреспондента. Кавычки открыты. Не сочтите за грубость, но ваш народ стал слишком тупым. Так вы же его развебезно таким сделали-то. Когда слепорожденный. Ты ли насущий, ты весь во грехах родился. Когда допрашивали его. Так вы его слепым сделали. Вот народ наш стал слишком глупым, тупым. Баптисты никогда не скажут. Адмитрийцы седьмого дня не скажут. Они работают. А это говорят кто священники, то другое. То есть они народ не учат. И он тупой. И за это вы ответите. Да, действительно тупой. Слишком тупым стал. И дальше. И Бог как бы подает знаки, чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере. Хотя возможно другое объяснение. Из истории церкви мы знаем, что мироточение может быть не только божественным знаком, но и проделками демонов. Демонов. Дальше. Возможно, в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками. Наконец-то. Допекло. А мы ломаем голову над тем, что это происходит. Что это происходит? Теперь я дальше поясняю. В одном только Иванове уже мироточат 13 тысяч икон. Если такая авторитетная комиссия уже дает отзывы от предполагаемой дьявол Лиаде о возможной чертовщине, то что скажут явные недруги из всех тантов об их чудесах? Об этих чудесах. Чудесах в кавычках. В кавычках. Ни один самый умный враг нам не подложит такую бомбу, как клюнувшие на эти чудеса батюшки. Вот это благодатный огонь. Вот это сейчас, что они там гроб Господень. Это все в эту строку идет. Люди Бога не знают. И людей требуют чудес. Требуют. Нет, чудес требуют. И вот на Украине увидели там изображение на стекле, кажется, Господа или Богородицы. Но стали исследовать. Священник пришел, и он стал смотреть, откуда свет бывает, почему днем не видно. Оказывается, там стадион, и от свет попадает где-то так, и слагается там какие-то фермы там где-то, и прямо образ видно-то. И он подошел и взял маленько поближе и закрыл. И все исчезло, ничего нет. На Иконе-то ничего нету. А народ-то и едет отовсюду. Как забунтовали. И вот следствия чуть не убили. Уже привыкли. Уже чудо. Он чудо отнял у них, у ребятишек-то. Ну, ребенка, отними игрушку-то. И это все газета, кажется, труд описывает, показывает. Вот и все. Дальше. А теперь слух заговорили о том, как они всегда считают народ тупым. Да до этой тупости довели-то его вы, разлюбезные наши пастыри. Вы все давали Акафистами, требами, да богослужениями. Вы же мертвые до упора. Мертвые беспредельно. Это я священникам говорю, епископам. О рождении свыше и не слышали. И свели эти слова о рождении свыше. К мочению волос на макушке, головы мокрой ладонью. На макушке головы. На макушке головы. Что ты читаешь так плохо-то? Волос на макушке головы. На макушке головы мокрой ладонью. Выдавая это кощунство за крещение. Главные убийцы веры в народе являются эти самые, кто призван хранить народ. Не случайно Иоанн Златоуст говорит, что большая часть священников погибает. Большая часть из этих резоносных и с косичками будут гореть в аду. Прямо от проруби с Аби. Большая часть из этих избранных президиумы в епархиях. Иоанн добавляет, что если хотя бы одна душа погибнет по небрежности священника, то ему не хватит всей его жизни, чтобы загладить ее вину. А их гибнет миллионами. Им бы новый закон, чтобы эта власть устроила освенцам стране, чтобы ловили и жгли, ловили и душили, 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 как шариков котов. Душили староверов, баптистов. А сегодня говорят, что эти люди будто традиционно местные. Они такие спокойные, такие тихие, не деструктивные, не экстремисты были. Не фанатичные, не тоталитарные, не вредные. Вот как заговорили, когда появились новые секты. То готовят старых своих врагов брать в соратники, чтобы одолеть новоявленных гуру. Не о пятидесятничество со всеми харизматическими выкрутасами и песнопениями. Их не уничтожить, не выбросить из страны, не удалить. И власть не пойдет на это, но поможет сектантам. На этом раздрае и воссягет дядя Антихрист. Дядя Антихрист уже шепотом считаешь. На этом раздрае и воссядет дядя Антихрист. Как-то считаешь прям неживой. Считаешь чувством, столком, расстановкой. Истинность веры доказывается только Библией и нашей жизнью. Если бы батюшки учили народ знанию священного писания, то результат какой-то мог бы быть. Но богослужение, традиции, чудеса на этом и закончатся православие в России. Ибо беду священники уже ощущают, но делать ничего не умеют. Как говорит Феофан Затворник. И что он говорит? Вот как говорит. Горе вам, что затворяете царство небесное человеком. Матфея 23, 13. Это сказано архиереям, которые сами не учат народ спасительному пути и священникам не заставляют это делать. Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении. Не заботясь объяснить им, что нужно для спасения души. 1861 года он сказал. Я сегодня это читаю, они как меня примут, архиереи? Сказано архиереям. Это говорит Феофан Затворник. Сказано им. Не учат народ спасительному пути. И священников не заставляют это делать. Вот почему люди-то и уходят. Я хоть что-то тут у баптистов узнаю. А в православе-то я вообще ничего не знал. Дальше. От этого народ пребывает в слепоте. Одна часть остается в уверенности, что идет правильно. А другая, хотя и замечает, что у нее не так идет дело. Но не идет куда следует. Потому что не знает, как и куда идти. Сейчас знает, куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе. От этого легко находит доступ к нему и всякое злое учение. Вот кто виноват во всем этом, что в сектанты идут. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно. И хватается за дело только тогда, когда это зло разрастается и выходит наружу. Но тогда уже ничего не поделаешь. Священник первым делом своей совести должен считать, совершенствовать. Нет. Ты считаешь, как через запятую, а здесь тире стоит. Это значит, что припинание этого учитывая маленькое. Своей совестью должен считать, что совершенствовать взрослых познаний христианской веры. А юное поколение готовит с первых сознательных лет, объясняя им то, что им нужно и можно знать, когда и как будет удобней. Феофан Затворник. Вот как. Итак, вчера мне поступило письмо из Испании. Мир вам, Игнатий Тихонович. Книги уже пересекли границу Испании. Они в таможне уже скоро получим. Спаси Христос. Теперь я делаю выпуску, захожу. Вот какой номер посылки, посылка в Испанию. И вот смотри, как это все показать один раз, хотя некоторые. Вот посылка. Две такие посылки, 14 килограмм. Это большие посылки. Когда принято в отделение связи в Барнауле. Когда? 16 октября. 16-го. Прибыло в сортировочный центр в Барнауле. Покинуло сортировочный. 16-го, а 18-го покинули. Это сколько прошло? Два дня. Дальше. В Москву прибыло 21 октября. Это значит поездом. Тут три дня идет. Три дня. Прошло пять. В Москве. На границу России. Покинуло сортировочный. Часы указаны. Потом на таможню. Выпущена таможня. Все Москва. Покинуло сортировочный центр. Пересекло границу России 24-го. Смотрим. В Москву прибыло 21-го. Три дня и границу прошло. 24-го, а посылку знали когда 16-го. Сколько дней прошло? Восемь. Восемь. Дальше. И вот нету, и нету, и нету. И заметь. После октября какой месяц? Ноябрь. 30 дней. Ноябрь. 30 дней. И здесь еще шесть дней было. 36. 36 и прибыло в Испанию 5-го. 36-41 день. Где она была посылка? И расстояние от Барнолова до Москвы там. И мы уже хотели жаловаться. Нет, она ей шесть месяцев отвечает. Я говорю, давайте только молиться пока. Они уже говорят, обратитесь тут, узнайте где. А обо мне-то что думают? Они деньги заплатили. И выходит, я обманул их. Но сейчас они уже не говорят это. Почему? Потому что они зарядили мой номер. И там все этот путь-то им показывает. Система. Но до Испании нету. И вот теперь таможенное оформление. 5-го декабря. Сегодня у нас какое число? Седьмое. Вчера уже это было известно. Испания. Почта Испании. Посылка дошла. Но еще не получили. Дальше. Смотри, что пишет. Игла. Когда все получите, то проверьте. Должно быть всего 38 книг. Дальше. Не повредили ли книги в пути? Все ли целы? И тогда уже мне 3 фото пришлите. Так, чтобы и книги были у вас в руках. И остальные было видно. Можете с мужем рядом быть. И чтобы видна была надпись. Какая-то по-испански. Чтобы можно было видеть хорошо. Мы так рады только... Мы так рады. Вот здесь этот знак. Все, тормози. Мы так рады. Передохни. И дальше считай. Мы так рады. Тут сколько людей молились о потере. Взывали к Преснодеву Марии помочь. Найти и доставить. Я так рад. Не выскажешь. А то я тут уже думал, что если не дойду, то как вам бесплатно... Не дойдут, вот эта ошибка. Если они не дойдут, посылка, книга, то... Если не дойдут, то как вам бесплатно полный же комплект, только без книги, стихов, отправить куда? В Россию. Чтобы их там могли потом забрать. Считай больше. У тебя сочтением просто нехорошо. Но... Но слава Богу, уже рядом все. Видите как? Уже рядом вовсе. Вот сегодня я жду ответ. Дальше. Александр Гунин. Подскажите. Хочу научиться составлять события дня в своей жизни по Библии. Как этому научиться? Видите, сколько ошибок здесь. Библия с маленькой буквы. Как этому научиться? Вопрос. Как научиться? Составлять. Можете рассказать в вашем событии дня. Вот я и рассказываю. Вот как... Вот чтобы он видит, ему понравился. Мы составляем события дня на каждый день. И теперь надо ему рассказать. И мне... Я получил-то ночью. И ночью я уже обдумывал, как... Это я читал в книге про казаков. Казаки. А жили зажиточно. Как правило, у них было шесть блюд за столом. Шесть блюд. Там все у них было. Ну и как-то там башкиры живут. Там что-то с лошадями возились. И он его привел. Конечно, за отдельным столом. За отдельной чашки ложки. Ну, нехрест какой-то. А тот сидит, еще его подают. И смотрит на хозяина. Вот подают первое. И ему дают первое. Он смотрит. Жирное такое. Баранина. Он у него сцепился. Он и забыл, когда ел в последний раз. Ну, бедный народ-то где-то. Он вот так вот. Хозяйка. Подавай первое. Бороду. Борода вот так вот у него. Как у адмирала Макарова. Вот так вот. Первое там. Подавай. Хозяюшка тут лежит. Сама пышная, сахарная такая. Он глядит. Но у него-то она там какая-то. Такая же не доедает. Тюлью какую-нибудь. За плесенью с сухарями ест. Так, поели. А тарелка большая. Он чашку выкребал. Тебе, может, еще надо? Да нет, наелся. Так. Ну, давай там, хозяюшка, второе. Бороду. А он запоминает бороду как. Он думает, что из бороды дело-то делал. Так как? Второе подали, поели. Вот хозяин опять разглаживает так. Ну, давай еще есть. Она носит запаренное. Там пельмени. Потом блины со сметаной. Наконец, от рыбы там. Рыба такая, осетер, да еще в сметане. Ну, все маленько выпить, дай там еще там. Вином запить. Много ли человеку надо? Он все запомнил. Приходит домой. Хозяйка, давай первое. Чего? Она не знает. Чего? Она ему там эту пельмень с сухарями, позапрошлогодними-то. Он еще, он знает, дома ничего. Ну, давай второе. Нет ничего. Опять ничего нет. Вот я ему еще скажу-то. Чтобы по Библии составить, у тебя жизнь должна быть другая. Ну, чего ты составишь-то? Ну, конкретно. В Матеряевке одно время мода пошла. Кто-то ездил и увидал шифонер. Шифонеров-то никогда не было. Шифонер-то, ну, знаешь, сам-то одежу повесить-то. И у нас рядом жил Коля Серебренников, и он купил шифонер. Ну, в шифонере-то, что вешать? У него одна только шинелка. И он ее повесил. А ребятишки-то играет в прятки прячет-то. Ну, ребенок спрятался, и надо, чтобы... А то долго нет, он там и оправился. Он пришел, отец-то туда полез, а там шинелка как не села, висит, но добавилось только то, что у ребенка еще больше нет. Я на это и говорю, ну, купить-то можно, название можно создать, но счеты... Я не могу вместить, что у меня за день, сколько сообщений было, сколько комментариев. Я только малую часть беру. Как я тебя могу научить-то? Ну, твоя жизнь ты и пиши, и знай Библию. И видишь, как мы начинаем исти. Так я не только это. Дальше я говорю. Теперь у меня ресурс есть. Пишет Александр, у тебя есть какие-то ресурсы? Ну, открывай после этого, вот сейчас на меня смотри, ты спрашиваешь. Книги его, опера открывает. Что открывает? Мой мир. Ну, есть у тебя мой мир? Раз и нету, ну, вот тебе тюрия опять останется. Вот здесь у меня... Сколько у меня здесь видео? 4848. Это мои видео. Есть у тебя 4000 или опять тюрия та же самая? Фотографии сколько? 20555. Ну, ты понимаешь, нет, такого ресурса-то... Так это я ниоткуда не нацеплял, это мое. Свое. У людей бывает там много где-то, но это все они берут к себе. Подписка есть и иду где-то. Ну, у тебя есть, давай, фотография. Какие фотографии? Вот я с митрополитом, батюшка. Вот я подхожу, вот батюшка. Вот я во плоти был. Вот меня арестовано ведут. Вот я в Синодии в Америке. Ну, у тебя есть это или нет? Как ты составишь-то, если ничего нету-то? Ну, а дальше я перекачиваю, все идет сюда. События дня. Вот что есть. Вот сегодня уже переключил сюда. Если есть. Ну, а если нету, ничего и нету. Я не могу научить. Ну, делай как я, подражайте мне. Дальше. Я беру отсюда многое. Теперь форум у меня. Вот такой форум. Иногда выступает, говорят что-то, но ничего как будто бы нету. Но один выступал сегодня. Вот я покажу где. Как называется тема? Новые пути православия. Так, сколько ответов дано? 65. Просмотров. 2518. Ну, давай дальше, мы маленечко сейчас посмотрим. Вот это что? Церковь Христова. Игнатий. Лава Шагула. Ответов. Ответы, как правило, я даю здесь. Теперь вот это, отсчитай. Вопросы. Вопросы Игнатью Тихоновичу, на которые люди ждут ответа. Вот такую тему создай. Сколько ответов дано? 3691. Сколько просмотров? 150 975. Ну, понятно, что цифры-то какие. Сделай это, и тебе будет интересно. Вот я, допустим, сегодня это я уже смотрел, поэтому оно не высвечивается. Мы сейчас прочитаем. Тут двое пикируется с баптистом православный. Вот они здесь говорят, пишут. Это не я, вот кто тут говорит. Осипов Андрей. Здесь что-то старик. Вот они между собой. Ну, теперь он отвечает сегодня. Что, считай. Впереди что он говорит? Ну, нет, конечно. Всех без разбору причислять к святым этому баптизм не учит. И на сие вряд ли согласится. То есть баптист ему так отвечает. Вы канонизируете всех, а православный отвечает. Всех это всех. Кавычек. Так сказано в Писании. Кроме того, православные и не склонны причислять к святым всех без разбору. Например, не причисляют к святым баптистов. Ткнул ему как. Хоть баптисты говорят, что верят во Христа. Понятно? Вот немножко. Вот, пожалуйста, что тебе нужно? Вот это я взял. Это уже момент. Дальше новое сообщение. Вернул на прежнее. У меня здесь 1602 темы. 1600 темы. А темы, это бывает, надо за день не прочитать сколько. Там столько роликов. Допустим, патриарх. Его выступления подряд. Считай. Его биография. Его фотографии здесь. Ну, дальше у нас есть видеоканал. Здесь 5000 примерно 850 роликов наших. Я не знаю, еще где в интернете. Своих роликов столько. Так мы не так и давно здесь в интернете. Так. Сколько просмотров? 4 миллиона 606. 775. Миллиона. Православный видеоканал. Составьте вот так вот. Вам будет интересно. Будете брать. Вот сегодня я выставил раз, два, три, четыре. Четыре. Вчера пять. Позавчера семь роликов. И ролики-то не маленькие. Вот ролик этот. Сколько его продолжительность? Час тридцать. Ну, полтора часа. Это занятия идут. Люди должны быть. Тогда у вас что-то будет. Научить этому нельзя, если у вас ничего нет. И опять тюрия остается та же самая. Дальше. Дальше это у нас вот такой вот есть тяжелый ресурс. Православный библейский сайт. Во свете Библии. И я здесь отвечаю вот вопросы. 4124. Но если у тебя ни одного ответа нет, ну как ты можешь это сделать-то? И вот в последнее время много спрашивают о рождении свыше. И где это? А вот смотри, рождение. Какой номер? 43. Я его нажимаю. Вот вчера я вот это ответил. Сегодня мы постараемся вот это. Считай. Вопрос номер какой? Вопрос 627. Том 2. Открытый в окном. Второй том. Это мне в университетах задавали. Дальше. Согласно вашим словам, если не помнишь момента встречи с Богом, то обращения не было. Даже если разумом принимаешь, и Священное Писание, и все правила, и каноны, все равно нельзя принимать крещение. Нельзя принимать крещение? Вопрос стоит. Нужно ждать этого яркого момента. Нужно ждать этого яркого момента. А если этого никогда не произойдет? Теперь. Вот это идут одни вопросы. Это по теме рождения свыше. Посчитай, сколько я передвигаю. Это только по одной теме. Теперь я его ткнул. Гляди. Все открылось. Теперь считай мой ответ. Ответ. Мне приходится очень сильно напрягаться, что мне заплакать здесь же за кафедрой. Это я в университете. Дорогие мои, милые мои, любезные мои, я говорю только о том, что нахожу в Писании, и что нахожу сам. Я мог бы вам не говорить этого, чтобы не тревожить вас, принимающих умом Писание и каноны, и правила, но я не могу удержать в себе эту радость встречи с Христом. Благодарить благодати Духа Святаго, крещение Духом Святым, которое не уменьшилось во мне за 40 лет, а только все разгорается сильнее и сильнее. Я уже не столько, а 54 года уже. Языкейля 47, 1, 4, 5. Видите, как это к курсивам и жирное. Дальше. Кавычки открыты. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма кечет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника. Еще отмерил тысячу и повел меня по воде. Воды было по колено. Еще отмерил тысячу и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил тысячу. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Понятно? Сначала пошел по щиколотку, по колени. Ты понимаешь, о чем говорится? Дальше считаем. И когда наш батюшка допускает до крещения всех, прошедших оглашение в несколько лет, но в которых огня нет и нет, он вынужден это делать, говоря, мы не можем руководствоваться чувствами, и нет никакого канона, который воспрепятствовал им креститься. Не могу же я требовать с них, чтобы все были такими, как ты. И так понимали. На это я отвечаю. На меня и не надо быть похожим, потому что я грешный, очень страстный, увлекающийся человек. Но ты же видишь, что они мертвые, что у них нет никакого огня, что они не будут двигаться вперед. Но по пословице, бодливой корове Бог рог не дает, я не священник, но все же мысленно эту рогожку примеряю на себя. А если бы? И точно так же допустил бы их до крещения, будучи связан канонами. Но я бы им говорил обязательно, вы мертвы, вам нельзя креститься, вы обманываете этим себя и Бога. Это Семеновый Богослов говорит, Исаак Сирианин говорит об этом. Если вы креститесь сегодня, то дверь храма кажется просто сорванной с петель, взломанной, протараненной канонами, которые смятут и меня вместе с дверью. Сметают. Сметают. И вы с тлеющим гнильем в мозгах войдете на литургию верных, как настоящие христиане, не будучи таковыми по духу. Вы отныне перестанете тосковать за закрытыми дверями и будете считать себя как бы достигшими всего. Вы будете подобны молодому ростку, ростку, опущенному в кипяток. Несозревшему до его температуры. Вы уже не будете тосковать нежным стинанием горлинки, прося любви. Вознезримо вселится чувство победителя насильника, добившегося, но не получившего взаимности. Взаимности. Ты как-то слова в конце вообще заглатываешь. Блаженны плачущие. Блаженство это не для христов. Харистов. Для харистов, а для плачущих. Рожденный свыше во всем и везде видит Бога. Одного Бога. В травинке, в ветке, в событиях, в скорбях и испытаниях. Сердце усваивает его одного, и им живет. Даже само будучи не очищено. И он тоскует, желая обращения к нему. Православные сегодня об этом ничего не знают. Все сведено к механическому формализму, сорочему, снобизму, все знающих и повидавших, все изучивших. Матфея 6,33. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам, душа, в которой не вспыхнул свет любви к Богу. Она должна тосковать, искать возлюбленного и плакать о нем. Если этой встречи нет, если он прошел мимо. Песня песней 5, 4, 6. Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутридность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. Из рук моих капала мира, из перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало. У тебя нет интонации, ничего не правило. Души во мне не стало, когда он говорил, я искала его и не находила его, звала его, а и он не отозвался мне. Тут тебе без тоски это, пережить надо. Это надо тренироваться, я вслух-то редко читаю. Тренироваться, ты что считай? Я там постоянно умом читаю. Ежедневно читай. На одних гайках далеко не уедешь. Считай каждый день. Тем более у нас, я тебя открываю где, на нашем сайте. Все, о рождении свыше, о тоске. И дальше читай. Я представляю, как на эти вопросы отвечает Андрей Кураев, Авросим Юрасу и другие академисты, профессора. После их ответов хочется пить воду, смочить рот и внутренности. Они криком кричат. Мы сами этого не пережили. Зачем вы нас спрашиваете? Их ответы понятны миру, и мир слушает их. 1 Иоанна 4, 5. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Но они не одни. Так отвечают все, так преподают в академиях. Они цитируют Библию, но слова их мертвы. Они не оживотворяют уже, когда проходят через них. Это отношу ко всем, будь то патриархия, зарубежники или старообрядки. Теперь считай стихотворение. Где вы, познавшие радость спасения? Где вы, омытые кровью креста? Или вы не видите наши мучения? Или забыли заветы креста? В тьме беспросветный весь мир погибает. Тысячи стонут неравной борьбе. В пламени адском вся внутренность тает. Жальтесь, придите, зовем вас к себе. Так, ну-ка, Никита, перешагнись туда, почитай. Увольняю тебя, не годится. Стихи так не считаются. Стихи на одном дыхании даже считать. Считай стихи больше. Дальше. Нас покрывает лохмотья порока. Нищи, убоги мы, помощи ждем. Скоро ли услышим мы голос пророка? Скоро ли спасение и мир обретем? Чаде угарно больного веселья? Пламени жгучих безбожных речей? В чаше отравы мы ищем забвение. Гибнем мы, где же вы? Спасите скорей. Дней остается теперь уж немного. Верно, что близится страшный конец. Взор наш тускнеет и мучает тревога. Слышишь ли призыв погибших сердец? О, укажите нам путь к избавлению. Нам говорят, вы познали его. Или вы чужды душой, к сожалению. Или не способны любить никого. Где вы? О, где вы, носители света? Дети чертога и вечного дня. Мы вас зовем и не слышим ответа. Или вы заснули, молча не храня. Слушайте, слушайте призыв набатный. Слушайте вопль ваших братьев-людей. Он затопил шель земли необъятной. Горы и бездны, как волны морей. Смотрите, как у меня везде почти заканчивается стихотворением. Триста поэтов России и двести поэтов за, представьте, пятьсот поэтов за всех руков. Вот мы о одном только месте прочитали, возвращаясь снова. Вот вы говорите, я к этому парню говорю, а ты хотел это сделать. Снова возвращаясь к рождению. Опять. А ну давай еще одну ткнем. Какой это? Вопрос 636, второй том. Как вы думаете, духовное рождение человека всегда происходит мучительно, через страдания? Видите, как теперь ткнем только и сразу открывается. Иначе как бы найти-то? Вопросов там много. Нужно сначала одни вопросы выстоять. Откнуть и откроется. И никто не показал, как это делается. Есть один Женя Клейменов, он с нашей Юлией вместе учился, тоже с красным дипломом закончил медицинский университет. И он приходил сюда ко мне. И только на третий раз он сумел это поставить. Я ему благодарен и каждый день за него молюсь. А ведь это ни один, ни два. А дальше все сам я делал уже. А четыре тысячи. 124. Тысячи! Один только вопрос прочитали и сколько? Вот теперь я воткнул. Смотри, я откнул его и он открывается. Ответ. Ответ. Муки рождения бывают затяжными даже на сутки. Но далее смертельно опасно. Схватки могут начинаться раньше, но эти страдания относятся к рождению. Хотя бывает раньше, на какое-то время. Поиск смысла жизни, разочарование в прежнем образе поведения, направление, это все мучение, переоценка ценностей. Сам же момент покаяния, признание себя погибшим грешником, встреча со Христом, принятие его в свое сердце, как личность своего спасителя, есть радостный акт, как для преступника открытая дверь камеры, амнистия, прощение, свобода, новая жизнь. Это я студентам отвечаю. Это большой университет, 21 тысяча студентов только. Я в актовом зале как-то вел в Агу, там 750 человек вмещаются. Понятно? Это я отвечаю. Я повторяю, у меня нет никакого образования духовного, никакого. Ни одного дня не учился я. Но полвека я у ног Христа просидел. Это они нападают из-за чего? Из зависти, как митрополит вместе сказал. А почему? Они говорят, ничего этого сделать не могут, что Игнатий делает. Не могут? А откуда я это беру? Из святых отцов. Я покажу, кто сказал, когда. И дальше стихотворение. Ну там еще. Ага. Рождение свыше – это смерть всему плотскому. Тому, что было раньше. Это духовное рождение. Есть как бы совлечение плоти при смерти. И вхождение в лучезарный тройственный свет Божьей любви. Это приобретение сокровища, получение Библии в руки. Как после долгой болезни чудесное выздоровление. После кошмарной ночи ужасов и смертельных опасностей среди преступников, сумасшедших людей. Внезапно оказаться во свете, в царском чертоге, в окружении любимых друзей. Рождение свыше – это не привычка, не научение, а полная перемена. Перерождение из небытия в жизнь, в Духе Святом. Все страдания, переживания в горе заменяются одним Христом. Ты рядом с Марией, у ног его, и он ласкает тебя, оттирает слезу и говорит – это навсегда. Из моей руки никто тебя не похитит. Рождение свыше – это трепетное изъяснение в любви друг к другу. Душа захлебывается от счастья, подыскивая все новые, нежнейшие слова. Иисусе мой, пресладость, нерадость моя. Слова Аллилуйя и Асана наполняют все сознание. Да, я спасен, спасен я от заблуждания пытливого и гордого ума. Аллилуйя. Ну скажите, священники ведут, дадут они такой ответ? Алфеев или кто-то там, или патриарх, но он не даст этого, это из сердца идет. Вот ко мне не расположен, я скажу, там выступает где-то, там против. Олега Стеняева спрашивает, но он тоже не удержался, он необыкновенно успешный и продуктивный миссионер. Это его слова обо мне. А Андрей Куряев, тот вообще возьмет с меня, самый знаменитый, самый, там вроде, востребованный и проще. Я таким не считаю и не знаю. Я просто люблю моего Господа. И спросили, я ответил. И дальше. Ее побивали камнями в опрах, ее на кресте распинали, гноили в теменицах и жгли на кострах, или вам на сиденье вдавали. Но в тайные щели, как луч золотой, как воздух она проникала. Ей дали великое имя, любовь, она ко Христу нас призвала. То пошлость, то грубость людская, стеной повсюду и путь преграждала. Но в тайные щели, как луч золотой, как воздух она проникала. И путь на голгоф во мраке мирском она пред людьми озряла. И в сердце холодном, порочном людском, счастливую жизнь создавала. За правду святую нетленный венец подвала в дворцах предлагала. И раны разбитых и сирых сердец дыханием своим врачевала. В молитвах глубоких и в чистых сердцах за мир она греш не рыдала. И в селах, и в градах, в ущельях, в стенах людей ко Христу призывала. О, если б на миг ты оставила нас холодных, жестоких, презренных. Исчезла бы радость, и свет бы погас в сердцах наших злых и надменных. А посмотри, кое-какие ты пропустил стихи? Из мрака неволи и пепла костров сильная прекрасно вставала, и ржавые цепи срывала с рабов, и спящих от сна пробуждала. Вот так. Ну, хороший ответ. Или еще, как говорят, не по мозгам. Давай еще один вопрос просчитаем. Какой? Вопрос 637, второй том. Как определить, было ли духовное рождение свыше, встреча со Христом? И как узнать, получил ли ты Духа Святого или нет? И что есть интуиция? Какие вопросы-то, понимаешь, нет? Один говорит, как так было, ходил, небольшой такой, с брата и брату говорит. А он, говорит, Игнатий сам, говорит, составляет вопросы и сам отвечает. А потом заглянул вот так вот, а вон мой вопрос. Тут же увидал. А книга только получена, новый том. Второй подошел, а вот мой вопрос. Ну, люди-то одни и те же ходят. И вот смотри, я вот сейчас ткну, открылась, считай ответ. Ответ. На этот вопрос, думаю, не ответит даже патриарх, наши архиереи и батюшкин. А если и ответят, то и ответят, как в ответах архимандритам в Россе Юрасова и у старобрядцев. Кавычки открыты. Неленностно посещайте храм, не пропускайте службы. И хотя вы ничего не будете понимать, но постепенно привыкнете, полюбите красоту богослужения. Без слез невозможно читать такие ответы. Мертвые пастыри, слепая паства. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно мысленно пройти путь молодого раввина, савла и старца, и сделать поправку на сегодняшнее православие. Бывает такая же ревность, преследование инакомыслящих. Деяние 9.3. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно остеял его свет с неба. Вот на меня нападают, а то савлы все. Но они никогда не превращаются в Павла. Они так и остаются савлом и гонят, и гонят, и гонят. Не просто свет, звание, интуиция, но именно встреча с воскресшим Иисусом. В будущем апостол Павел неоднократно рассказывает об этом. О перевороте, который произошел в его душе. В мыслях, понимании, направлении жизни. Если об этом евангелист Лука записал несколько раз, то нетрудно догадаться, что в устной форме он рассказывал об этом намного большее число раз. Нет, вот я никогда никого не читал. Если он три раза Лука ходил с Павлом, Деяние апостолов пишет, три раза говорит о его обращении, то сколько раз где в городах-то было, он везде все рассказывал. Ну, может быть, 350 раз сказал, если три раза написал. Но даже вот это сравнение я нигде не считал. Я хочу выпукло, гиперболично показать любовь, как она проявляется. Евангелие Таана, 9.25 Он сказал им в ответ, грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. В первом томе, открытым оком, дается подробный ответ на этот вопрос. Обращение значит оборотиться, обернуться, пойти в другом направлении, и что было слева, станет справа. Что любил, будешь ненавидеть. Присутствие Духа Святого в человеке определяется в первую очередь его чувствованием, глубоким духовным переживанием, при виде несоответствия чего-либо со Словом Божиим. Душа как бы кричит, это не Иисусова, это не голос моего пастыря. Иоанна 10.5.6.22 За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его? Это мне как раз такие кричат тоже. А это вот, прям вот такими словами и говорят. Почему? Потому что один и тот же демон. Другие говорили, это слова небесноватого. Может ли бес отверзать течи слепым? Да, сколько я получаю, это все там. Я вот уверовал, я с ваших ресурсов не схожу. Мы в семье вернулись от иеговистов, от адвентистов, от присядника пишут. Это Бог делает, такие слова влагает. И я это все нахожу у Симеона Нового Богослова. Более всего мне близко. Православие сегодня сплошная египетская непрорубная тьма. Непрорубная, то есть прорубить нельзя. Непрорубная. Даже во время поста и даже сразу после причащения они не могут определиться практически ни в одном разговоре и разобрать, где же голос их пастыря. Они все меряют меркой местного коллективизма и авторитета слепотствующего батюшки. Слепотствующего батюшки. Слепотствующего, как под. Запомните слова. «Речь идет не о грамотности, а о внутреннем духовном просветлении. Если душа родилась свыше, встретилась со Христом, в ней живет Христос, то уже не на уровне опыта и интуиции, природного ощущения, а именно душою, духом человек сразу же почувствует внутренним горением, соответствует ли слышанное истине». Лука 24, 32. «И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге?» «Горело». И когда я здесь снял написание, положение православной паствы трагическое, она мертвая. Это не о научении речь, а именно о том, что не было встречи со Христом, а была встреча с попом, с храмом, с мощами, с крестными ходами, иконами. И все это оказалось для невозрожденной души внешней, отвлекающей атрибутикой. Для верующей, рожденной свыше души, во всем этом может быть благословение и борьба за очищение этого ненужного наносного. А мертвый – просто посетитель храма. Он глотает все подряд со щепками мякины, потому что он мертв, а значит не в своем уме. И ум их удержан. Интуиция бывает и у неверующих тонкого воспитания, не грубого, когда, как правило, дело касается опасности, исходящей от события или человека. Ну как? Вот это спрашивает события дня. Смотрю мы в события дня, сколько сегодня заложили. Я приглашаю вас на наш сайт. И заходите в вопросы, которые разбиты на 55 папок. У меня сейчас-то, когда книги уже пошли, расходиться стали, продавали в магазинах. Говорят, ну вот, я ищу ответ на вопрос, ну где найти рассыпанное? Я говорю, я умру когда, тогда кто-то выберет все вопросы из 30 томов, и тогда разберет их по папкам, никого нет. И мне пришлось заново все 30 томов молотить. Заново. Я заново их промолотил. И теперь вот составил папок, у меня тут негде было поместиться на экране все это дело. Кажется, вопрос, какую папку, название дать, какая работа проделана. Так это все, что у меня на пленках было, на катушках, надо было отсыфровать и в этой версии сюда поставить-то. Тут Николай Пальгуев отремонтировал, вот он маяк 205, вот он такой есть, вот он, ну под низом лежит. А у меня их 15 магитофонов конфисковали. Ну а было ли в России этого? Не было, нигде не было. А почему? Откуда я знаю почему? Ну а почему до вас никто не делал? Я отвечаю, потому что я еще не родился. Я родился, это мне предназначено было. Я раскрутил, насчитал Златоуста. Тогда давали иногда книги, вот вот, допустим, я не могу найти за апрель месяц Жития Святых на каждые 12 месяцев, 12 томов Дмитрия Ростовского. И сказали, эта книга есть там-то, в Щелябинске. Я списываюсь с человеком, договариваюсь и еду туда. И там должен, а теперь он не дает мне ее, я должен что делать? Начитывать или там, или брать сопровождающие, что он приехал с книгой, оплатить ему все, насчитаю, его теперь обратно отправить. В одном томе достал, не хватает там 40 страниц. Я узнал, в Кулунде есть, еду туда, сажусь и перепечатываю, сижу там. Он не дает мне книгу-то? Это сегодня не знают. Дальше мы находимся в Грузии. Там у меня крестник отец Наум, еврей. И он решил показать, какая есть бабушка одна, хорошая. Я говорю, пойдем, я люблю бабушек, не знаю почему, они мне всегда нравились. Мне 23 года было, и одни бабушки вокруг. Они нуждаются в помощи, я молодой, сильный, но какой ровесник мне, ему не помочь ничего, то есть я не буду задействован. Мы помолились, она баптистка, и показывает книгу «Библейские мотивы». Это тогда и полностью не было. Почему, я не знаю. 70 с чем-то было иллюстраций Геустава Дары. Я так и думал, больше нету. А их 230 на Библию-то, 230 я потом достану, мы раскрасим и поместим в наш Новый Завет трехтомник. А там библейские мотивы. Допустим, Христос на кресте. Что об этом писал Аксаков? Христа ведут наказать. Что об этом писала Ольга Чумина? Фотография, стихотворение, фотография, душа разомлела моя. Как взять? Баба, дай нам ее. Мы никак не дала. Не дала. Мы пошли выше на улицу. Я встаю и говорю, на ум. Но если она умрет, кто у нее возьмет? Она в одном экземпляре. Но ее же можно сейчас пока размножить. Давай вернемся, еще раз попросим. Зашли, я стал ей это все говорить. И она вдруг согласилась дать. с условием, что я верну ей. Когда мы были там, у меня уже сложилось, я режиссер. Я буду искать, как прочитаю. Найду людей, которые могут читать. Не один буду насчитывать стихи женские с женскими голосами. И в конце она должна помолиться будет. Что дала книгу, и я ей попросил баба, помолись. И она стала молиться, Господи Боже, я вот отдаю книгу, я так люблю ее. Но вот братья приехала, из Сибири, сказал, что она только одна книжка, а они смогут как-то сделать, чтобы было несколько. Я отдаю ему руки, ты сам ее сохрани. Ты ее верни, Господи. Я всю жизнь по ней училась, и я так люблю поэзию. Бабка старая такая где-то. И это, когда я сотворю пленку эту, сделаю, в конце поставлю ее, а книгу отошли обратно. И теперь, когда я стал смотреть стихи эти, чтобы отдать, я всю книгу перепечатал. Я страшно много перепечатывал. Украина-машина, изучил десятипальцевый метод. А как? Очень просто. Я только узнал, достали, как это, какому пальцу, какая буква принадлежит. Сестра там сделала так, пуговки нашила, по пуговкам, что было, машинки-то нету. А я еду, вот так руки лежат, женщины разговаривают в трамвае, а я сижу и печатаю. Никто не видит. Опять они говорят, а я сижу и печатаю. Где бы ни был, я сижу и печатаю. В течение полутора недель, я уже, действительно, пальцем методом, я узнал, сколько? 180 знаков в минуту. 180 раз я могу ударить знаков. Но когда я просчитал, говорят, есть такие уже профессионалы, 450 знаков. То есть, как говорится, такой скоростью печатают. Я тут фильм увидел, требуется секретарь, секретарь требуется. Ну и во дворе там заполнили молодые, заходят, так, так, ну ладно, выходите. Теперь, наконец, заходит одна, которая, конкурс идет там у ней. И вот она села, и он говорит, так, я хотел сегодня сказать, слышит, чакает он, что нашему начальнику необходимо бы эту депешу, скорее, отправить туда, так, сейчас будем писать. Так мы что-то писали, он подошел, она все записала. Как пулемет она, старый пулемет. А сама бабка сидит, старый пулемет-то. И, естественно, молодые, красивые секретарши, которые могли быть диванной принадлежностью для директора, он их всех отмел. Вот это, я тебя ждал. Она говорит, всю жизнь работала. И она, она только ведет на него, ловит интонацию, туда не смотрит. А там звонок дается, как бумага кончается, и до конца дойдет звонок. И она тут же, не глядя, заправляет все, опять, семь экземпляров, и все, стращит пулемет, при том старый. Мне это так понравилось, я хотел быть старым пулеметом. Понятно как? Я перепечатал эту книгу, и дальше начало, там, Тоня Гладких, каким голосом, но есть такие места, которые не знаю, я заказал другие города, заслуженные артисты СССР, ко мне на дом стали приходить, зачитывать. И это, кое-что стоит сейчас здесь, вот на этом сайте. Дочи Ифая, Дочи Ифая, можно даже прослушать ее сейчас, это нельзя слушать без, вот сколько я слушал, столько раз слеза пробивала. Он у меня на дому был, Эдуард Дмитриевич Овчинников, потом он отдельный театр образовал, и он приходил ко мне на дому и читал, я говорю, да дай ты мне хоть прочитать-то, я хоть должен увидеть-то, некогда мне, книга требуется, то есть он хочет ознакомиться. И дочи Ифая, вот дочь моя, он говорит и рыдает, и ты плачешь вместе с ним, когда она вышла на встречу отцу, и он должен ее в жертву принести. Дочи Ифая, ты не читал, тебя не тревожит это, Библия-то, от корки до корки прочитал, что в этом году, вот в следующем, и не один раз. И вот теперь, я говорю, здесь должен такой старческий голос, так считать, они говорят, это в театре, в Новосибирске такая есть, туда, и эта артистка теперь, голос, и яхонтов, и называется мастера художественного слова. А вы им платили деньги за это, или чем-то? Не платил нигде ни рубля. Ничего не платили. Нигде, но я старался не быть должен. У кого-то дачу надо строить, у кого-то что-то, и это там уже есть. И это все, большинство уже здесь. И это у меня называлось, кажется, библейской мелодией. Я пленку такую составил. По стихам, читает, и в конце бабушка. Эта пленку у меня с руками буквально отрывали, все, и старобрядцы, и баптисты. Это во время советской власти. Меня было за что арестовывать? Было. А сегодня, которые на меня-то говорят, то другое-то. Миссионерские отделы, они лжецы. Они не понимают даже того, что миссионерских отделов не может быть. Это поделка сатаны. Благовестнические могут, проповеднические, но миссионерские, это только труд Духа Святого. Там нерожденному свыше нечего делать. Бог показывает человека. Вот я рассказываю, сколько заходит человек на занятия в университете, только глянул, я тему мгновенно меняю и начинаю говорить. А он говорит, вы ответили на все мои вопросы. А как вы знали? Не знаю. Я вообще ничего не знаю. Это миссия. Дорогой едем. Посадили человека. Он священник оказался. А священник, который короновал нынешнего императора, они уже посадили. Ему деваться некуда. Да я его везу тысячу километров. И теперь я ему, говорится, капаю на мозги, как один сказал. Я ему поговорил, такой же у меня на квартиру привезли его, Клиппенштейн, отец Владимир, теперь он епископ Ириней. Ну я спрашиваю, я ему отвечаю. А он батюшке говорит, он капает мне на мозги все время уже, на другой день там уже вроде надоело. Я это услышал. Я говорю, отец Владимир, ты это говорил? Ну да, благодарю. И теперь он у меня живет, я уже ни одного слова ему не говорю. Он вокруг меня буквально на четвереньках выпрашивает уже ни одного слова, пока он не уедет. Он от меня не услышит. Он отверг. Почему? Вы не бросайте жемчуг перед псами, свиньями. Зачем тебе нужно? Зачем тебе это не надо? Это было у меня в камере. Директор рыбокомбината Сивер. Я каждый день вел занятия с теми, кто в камере. А он возьми да и скажи. Как-то мы остались, скажи, что двое. Что-то он сказал такое. Больше я ни разу ничего ему не ответил. И сколько он не бился, бесполезное дело. И только после освобождения, тогда мы встретимся, тогда будет разговор. Меня не надо долбить. Сказали, я сразу принял. Принял. Ты сказал, обдумал. Так понятно? И вот это мы юноши, которые кто-то... Я почему-то думаю, что молодой человек это говорит. Ему вот это надо. Что у меня вчера было? Радостное известие. Что приехал брат Роман. Радость. Вчера день радости был для меня. Второе. Екатерина Тинникова уехала в Абакан, доехала и сообщила. Катя доехала. Слышишь, Надежда? Слышно. Доехала хорошо. Отец Геннадий в фас только со своими там вернулся из Иерусалима. А одно на другое. Все радостное. И получаю ответ из Испании. Посылка дошла. Это сорок с лишним дней она шла за границей. Сорок с лишним дней. Ужас. Где она была? Где лежала? Вскрывали? Не скрывали? Сегодня или завтра уже с книгами сфотографируется. Ну, чтобы составить события дня, у тебя должно быть событие от дня. Я беру все свое. И кроме того, международные иногда события отвечают мне. Поэтому оно интересно. Что еще у нас вчера было? Вот у меня за день было. Да ничего вроде так особого-то и не было. Вот вспоминая где-то. Ну, только по интернету что-то где-то сказали. Я ему ответил. Кто-то звонит. А один ребятишек привезти в лагерь тоже. Да нельзя. Лагеря, во-первых, нет. А сейчас зима. А ему, это мне кажется, позавчера даже было. Вот такое дело. Чтобы составить события дня, не должны быть события. И ты должен увидеть их во свете Библии. Все на этом, брат. Заканчивайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok